Использование дронов в конфликте между Россией и Украиной уже изменило наше представление о современной войне. Эксперты предполагают, что в будущем эта тенденция будет усиливаться, и страны будут дольше полагаться на автономные беспилотные летательные аппараты, чем на пилотов. Так ли это и какие изменения ждут армии разных стран мира, об этом в нашем материале. Это небольшой водный дрон, уклоняющийся от выстрелов недалеко от побережья аннексированного Крыма. Украинские войска использовали его для атаки на флагман Черноморского флота России адмирал Макаров. На видео, когда дрон приближается к кораблю, появляется вспышка. После этого трансляция прерывается. По сути, это был налет сил специальных операций ВСУ. Вот только не в том виде, к которому все привыкли. В этой операции не было спецназа, морпехов или агентов разведки. Рейд был проведен с использованием 9 воздушных и 7 морских дронов. Они атаковали российские корабли, пришвартованные в порту аннексированного Крыма. Беспилотник на видео был сделан на основе стандартного коммерческого гидроцикла. Это стало известно, потому что похожую модель выбросила на берег ниже по побережью. Этот инцидент в Черном море является примером более широких изменений, происходящих в способах ведения войны. Рассказываем, как современные технологии будут менять ход боевых действий и насколько важен будет человеческий фактор в будущем. Эти известные кадры сняты в Киеве утром 17 октября 2022 года. Тогда Россия только начинает атаковать украинскую инфраструктуру крылатыми ракетами и дронами иранского происхождения. На видео сначала слышен жужжащий звук мотора, за которым следует сильный взрыв. Это лишь одно из примерно 28 попаданий, которые были в украинской столице в тот день. Российские войска используют дроны «Шахет-136» для атак на позиции украинских войск. Также их применяют для уничтожения транспорта вблизи фронта и для вывода из строя критической инфраструктуры Украины. Сам «Шахет-136» или, как его еще называют, «мопед» является достаточно простой технологией. Аппарат работает на двигателе от газонокосилки, что придает ему характерный жужжащий звук. По некоторым данным, эффективная дальность полета «Шахет-136» составляет от 1000 километров с возможностью доставки боевой части массой от 50 до 80 килограммов. Это более чем достаточно, чтобы нанести значительные повреждения. На данный момент Украина сбила сотни таких беспилотников, но это не значит, что Россия не достигает с помощью них своих целей. Главное преимущество «Шахет-136» заключается в том, что это, по сути, дешевый аналог крылатой ракеты, которую можно запускать из кузова грузовика. Причем запускать эти аппараты можно сразу в большом количестве. То есть вместо одного калибра можно запустить в воздух минимум 15 шахетов. Подобные дроны могут подавить даже ПВО противника. Для этого нужны всего один или два дрона, которые смогут пробиться через систему противовоздушной обороны. Но не только Россия использует беспилотные летательные аппараты для получения преимущества на поле боя. Украина регулярно полагается на дроны для разведки, наблюдения и атак. Украинцы использовали Байрактар ТБД-2 турецкого производства для атаки на российские войска на острове Змеиной. Эти незаметные из земли аппараты регулярно сбрасывают гранаты на российскую пехоту и другие цели с помощью модифицированных коммерческих квадрокоптеров. Израильский ААА «Хароб» дал Азербайджану преимущество во время Второй Нагорно-Карабахской войне в 2020 году. А в 2021-м Эфиопской национальной армии удалось остановить успешное наступление тиграйских сил на столицу страны благодаря широкому применению беспилотных летательных аппаратов. Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и Иран вышли на передовые позиции в производстве беспилотных летательных аппаратов. И дают возможность многим странам приобретать эту технологию, не полагаясь на США или Европу, которые неохотно экспортируют подобное вооружение. Тем временем Тайвань недавно представил свои собственные беспилотники «Камикадзе». Это событие особенно важно для частично признанного государства на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с материковым Китаем. Тайбэй также объявил об инвестициях в размере 1,6 миллиарда долларов в местное производство боевых беспилотников. Сейчас для войны изготавливают не только летательные аппараты. Например, в этом бамбуковом лесу в Китае тестируют рой из потребительских дронов. Их объединяют в единую систему, и это представляет опасность для цели. Такой роль не только создает помехи для радаров, но и может сбрасывать на противника небольшие боеприпасы. Также в нескольких армиях по всему миру разрабатывают разведывательные дроны размером с ладонь. Ведь кружить над противником часами и быть незаметным — это огромное преимущество на войне. Беспилотники — лишь часть надвигающихся изменений в способах ведения боевых действий. Этим письмом ведущие компании индустрии робототехники выражают серьезную озабоченность тем, что роботов общего назначения превращают в оружие. Например, на этом видео из Китая беспилотник перевозит собаку-робота, также известную как четвероногий робот, с установленным на спине пулеметом. А вот еще один модифицированный робот, стреляющий с пулемета на полигоне в России. Несмотря на то, что эти технологии еще не стали обычным явлением на поле боя, разработки таких военных моделей все же ведутся. Та же собака-робот представлена на ежегодной конференции Ассоциации армии США в 2021 году. Но запуск дронов выходит намного дешевле и создает намного меньше рисков для пилотов, чем современные истребители. Есть и опасения, что пилоты, находящиеся в тысячах километров от потенциальной цели, слишком оторваны от реальности. Это больше похоже на компьютерную игру, чем на реальные боевые действия. Однако исследования показывают, что операторы дронов могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, так же, как и пехотинцы. Это заставляет разработчиков задуматься над внедрением искусственного интеллекта в подобную технологию для принятия сложных решений. Но консенсуса среди стран-производителей нет. Еще один пример добавил вопросов к автономности беспилотников. По данным ООН, весной 2020 года в Ливии боевой дрон турецкого происхождения «Карго-2» выследил и атаковал человеческую цель в автономном режиме. И если во власти искусственного интеллекта находится человеческая жизнь, что же произойдет, если эта технология даст сбой? Аппарат может атаковать ложную цель, привести к гибели гражданских лиц или даже атаковать противника не в то время и не в том месте, создав угрозу эскалации конфликта. Это одна из самых больших проблем для армии разных стран мира, прежде чем дать зеленый свет подобным технологиям. Несмотря на призыв вести более строгий контроль над производством, распространением и использованием устройств такого типа, многие вооруженные силы уже вложили большие средства в различные дроны, беспилотное оружие и другие машины с искусственным интеллектом, которые все чаще будут появляться на полях сражений по всему миру. Продолжение следует...